Ну а пока на курорте стали известны подробности второго этапа реконструкции набережной пляжа Ривьера, который, к слову, уже начался. Здесь появится несколько новых зеленых зон для семейного отдыха. Также планируют полностью заменить инженерные коммуникации и построить мост через реку Сочи. С проектом познакомилась Ксения Кривцова. Несколько десятков человек и спецтехника. На набережной идет масштабная работа. На тротуарах рядом с пляжем заменят плитку. Мест для прогулок станет больше. Оценить масштабы преобразований горожане и гости курорта смогут уже летом. Добавим много мест для отдыха. Теперь люди смогут любоваться морскими закатами в тени многолетних деревьев. Мы сделаем общедоступные туалеты, комнату матери и ребенка. Зону воркаута по просьбе спортсменов нашего города мы расширим. Линии электропередачи, которые портили вид, еще в прошлом году убрали под землю. Сейчас меняют коммуникации. Например, канализационным трубам здесь уже несколько десятков лет. Работа проводится с ливнестоками. Жители и гости города помнят, что при среднем дожде с центральных лестниц прямо на набережную образовывался Ниагарский водопад. Теперь этого не будет. Обновление ривьеры вызвало большой ажиотаж у горожан и туристов. Год назад на первом этапе реконструкции обновили прибрежную зону. Открыли амфитеатр, построили площадку для воркаута и детский уголок. Проект согласовывали с жителями курорта. Общественники и сейчас пристально следят за ходом работ. Все экологические аспекты очень строго соблюдаются. Мы постоянно ведем мониторинг. Все старовозрастные деревья, которые тут произрастают, будут сохранены. После реконструкции зеленых насаждений станет больше. Обновят и набережную реки Сочи. Для благоустройства прогулочной зоны территорию освобождают от кафе и других хозяйственных построек. Конечно, все устарело. И предприниматели в дальнейшем, конечно, должны идти в ногу с тем, как сегодня диктует современная архитектура. Изюминка проекта – пешеходный мост через реку Сочи. Он свяжет круизную гавань и пляж. От цирка до ривьеры можно будет дойти пешком. Сам мост будет выполнен в форме волшебного листа. Он станет достопримечательностью этого места. Во-первых, это действительно будет удобно им пользоваться. А во-вторых, это действительно будет сражение, на фоне которого можно фотографироваться. Очень знаковый объект получится для города. В мэрии говорят, что никакого другого масштабного строительства в этом районе не запланировано. В Сочи введены строгие ограничения на жилую застройку в 500-метровой прибрежной зоне. Единственный капитальный объект, который в перспективе может появиться – это малоэтажный отель с общедоступной территорией. Управлять им будет один из крупных международных гостиничных операторов.